Всем привет! В этом видео мы рассмотрим основы работы с текстом в Word, хотя большая часть подходит и для других текстовых редакторов. Основа работы с текстом не требует особой подготовки. Все просто. Чтобы вставить пробел между словами, используйте пробел на клавиатуре. Большая кнопка без надписи внизу клавиатуры. Если вам нужно начать писать текст с новой строки, просто нажмите Enter. И если вы совершили ошибку, опечатались, нужно использовать кнопку Backspace, стрелка которой находится после цифр, или Del. С помощью этих кнопок вы можете удалять ненужное. Использовать их нужно в зависимости от того, с какой стороны текстового курсора вам нужно удалить текст. Backspace удаляет слева от курсора, Del справа. Для перемещения по тексту можно использовать клавиши со стрелками на клавиатуре. Это полезно, если вам нужно переместиться на несколько символов или строк. Также вы можете перемещаться от слова к слову. Для этого удерживайте Ctrl и жмите стрелки на клавиатуре влево или вправо. Для того, чтобы скопировать текст, а затем вставить его в другое место, вы должны знать, как выделить текст. Для примера давайте выделим скопировать текст. Для этого нажмите кнопку мышки, наведя курсор мышки перед началом нужного текста. Удерживая ее, перетащите курсор мышки над текстом, а затем отпустите. Посмотрите, текст выделен серым. Это означает, что текст выбран. Если вам нужно выделить весь текст документа, используйте комбинацию клавиш Ctrl-A. Есть и другие способы выделения, но для начала хватит и этого. Теперь, когда мы знаем, как выделить текст, попробуйте скопировать и вставить. После выделения текста нажмите по нему правой кнопкой мышки и в меню выберите копировать. Затем выберите место, куда вы хотите вставить текст и нажмите туда правой кнопкой мышки. И в выпавшем меню нажмите на один из вариантов в параметрах вставки. Я обычно выбираю без форматирования. Так меньше вероятности, что пойдет что-то не так. Если вы хотите переместить выделенный текст из одного места в другое, вы можете воспользоваться тем же методом, что и при копировании. Только вместо копировать, на первом этапе выберите вырезать. А также можете использовать метод перетаскивания. Для этого вначале выделите текст, который вы хотите переместить. Дальше нажмите на левую кнопку при наведении на выделенный текст и удерживая ее, перетащите куда вам нужно. Если вы допустили ошибку или изменили свое мнение, вы можете использовать кнопку отмена на панели инструментов, чтобы отменить последнее действие. Это позволяет полностью отменить последнее действие. Также для отмены последнего действия можно использовать комбинацию клавиш Ctrl-Z. Если вам когда-нибудь понадобится необычный символ в одном из ваших документов, к примеру символ авторского права, все что вам нужно сделать, это перейти на вкладку вставка, символ и нажать нужный символ. Теперь вы знаете основы работы с копированием и форматированием текста в Word. Если вам видео пригодилось или понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь. Если возникли какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях.